Всем доброго времени суток. Как говорят, сколько в веревочке не видится, а конец близок. Вот так и с нашими лабораторными занятиями они подходят к концу. И сегодня я опишу ислычки препараты, которые вам нужно будет изучить в рамках нашего последнего лабораторного занятия, номер 15, посвященного нервной ткани. Здесь, на этом слайде, вы видите весь перечень тех гислоидических препаратов, которые мы предлагаем к изучению по нервной ткани. Спинальный гангли, тигроид, нейрофибрилы и два типа нервных волокон, безмякотные и мякотно-нервные волокна. Традиционно на этом первом слайде вы видите не только перечень гислоидических препаратов, но и номера рисунков в атласе Алмазова, а также номера микрофотографии в нашем кратком атласе по цитологии и гистологии. Самый первый препарат, который я хочу вам рассказать, спинальный гангли. Он сделан из спинно-мозгового узла котенка. Перед вами микрофотография этого спинального ганглия. И используя эту микрофотографию, я хочу акцентировать ваше внимание на тех ключевых гислоидических элементах, которые вам здесь нужно будет найти, идентифицировать и описать. Такой спинно-мозговой узел снаружи покрытся этно-тканной капсулой. Она здесь обозначена цифрой 1 и в виде такой розово-фиолетовой полоски покрывает сверху, снаружи этот спинно-мозговой узел. Если взглянуть на то, что есть над этой спинно-соединительной тканной капсулой, то мы увидим участки стандартной рыхлой соединительной ткани, в которой находятся даже шировые клетки. Но сегодня, в рамках нашего сегодняшнего занятия, для нас принципиально интересным является не то, что находится снаружи по отношению к этой капсуле, а то, что располагается непосредственно внутри такого спинального ганглия всей этой области. Первое, что обращает на себя внимание, когда мы смотрим вот эту внутреннюю часть спинального ганглия, большое количество тел псевдоуниполярных нейронов. Они здесь обозначены цифрой 2, но на самом деле эта цифра 2 с помощью двух стрелок указывает только на два псевдоуниполярных нейрона. Но на самом деле, как видите, их здесь очень много. Все вот это вот, вот эти вот круглые тела, это все тела псевдоуниполярных нейронов. Так они называются из-за того, что от тела нейрона отходит якобы один отросток, который вскоре разветвляется на два отростка, реальных дендрит и аксон. И вот тот единственный отросток, который отходит от тела такого нейрона, на самом деле является результатом объединения сращения вот этих вот двух отростков, дендрита и аксона. Вот такого рода нейронов здесь довольно много, без проблем они здесь идентифицируются. Кроме того, на этом же препарате, при том увеличении, которое здесь использовано, здесь был использован, как видите, объектив 10, мы видим также мякотные нервные волокна, причем не отдельные, а в общем-то пучки этих волокон. Вот здесь вот пучок, вот пучок мякотных нервных волокон, вот сюда вот они заходят. Так что, в общем-то, без проблем они тоже идентифицируются. Если есть возможность посмотреть этот же препарат при большем увеличении, с объективом 40, или же препарат достаточно высокого качества, микрофотография достаточно высокого качества, ее можно масштабировать, то я рекомендую рассмотреть этот же препарат при большем увеличении, причем взять какой-нибудь участок, который располагается, вот скажем, под тканной капсулой, так, чтобы мы могли увидеть при большем увеличении вот эти самые тела псевдонеполярных нейронов, и плюс к этому посмотреть на то окружение, которое где-то рядом имеется и распознается. Те микрофотографии, которые я выложил на образовательном портале, вполне позволяют увидеть вот эти вот псевдонеполярные нейроны при большем увеличении, или просто-напросто их масштабировать. Вот здесь я подготовил дополнительный слайд с демонстрацией небольшого участка спинального гангля, непосредственно примыкающего к светло-тканной капсуле. Обратите внимание, вот она здесь, фрагментик небольшой виден. И на вот этом участке мы видим много этих самых тел псевдонеполярных нейронов. Они здесь более четко видны. Согласитесь, что здесь хорошо видны границы вот этих псевдонеполярных нейронов. Здесь неплохо видны их ядра. Вот здесь, 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 здесь и так далее. Причем в каждом из этих ядер видно, что хроматин неравномерно распределен. Я имею в виду гетеро и хроматин. И кроме того, как правило, хорошо заметна ядрышко. Вот обратите внимание, вот это вот темное пятнышко, почти черное, или вот здесь, или вот здесь. Это ядрышко в ядрах этих нейронов. Но я вот этот слайд вам показываю не столько ради того, чтобы более четко нам были видны границы этих псевдонеполярных нейронов, ядра их, ядрышко, ради того, чтобы посмотреть, собственно говоря, что располагается между ними. Вот здесь вот, что это за пятнышко темно-фиолетовое. Вот эти вот пятна соответствуют ядрам глиальных элементов. Тех самых вспомогательных клеток нервной системы, которых здесь довольно много. Причем здесь мы идентифицируем не любые варианты глиальных элементов, например, тех же самых эпидемоцитов здесь нету, конечно. А здесь мы видим клетки-сателлиты или мантийные глиоциты. Это особый тип олигонодроглиоцитов, которые располагаются, как правило, вокруг тел нейронов, в данном случае тел псевдонеполярных нейронов. Обратите внимание, что они действительно агрегируются или просто выстраиваются вокруг тел этих нейронов. Конечно, есть здесь и глиоциты между нейронами в этих вот областях, но все-таки здесь достаточно много глиоцитов, которые окружают тела этих псевдонеполярных нейронов. Вот ради этих глиоцитических элементов я и привожу этот дополнительный слайд с большим увеличением спинального гангия. Вот, собственно говоря, основные источники-элементы, которые мы можем обнаружить на таком препарате, как спинальный гангий. Идем дальше. Следующий препарат тигроид. Он же называется еще веществом Нисля или субстанцией Нисля по фамилии человека, который впервые идентифицировал такого рода структуры в нейронах. Речь идет именно о нейронах, причем речь идет о мультиполярных нейронах, которые располагаются в спинном мозге, в данном случае собаки. Обращаю ваше внимание на окраску этого препарата. Очень примечательная окраска для того, чтобы мы смогли увидеть вот этот самый тигроид в телах нейронов. Здесь был использован тулуидиновый синий, в отличие от стандартной парочки красителей гемотоксилина и азина, которые используют для окраски спинального гангли. Здесь же использован совершенно другой краситель, тулуидиновый синий. Соответственно, мы видим другую гамму цветов. Здесь вот серого до такого даже насыщенного синего или сине-голубого цвета. Вот перед нами тела нейронов. На сей раз это тела вот этих самых мультиполярных нейронов спинного мозга. Далее, пусть не везде, но все-таки в некоторых нейронах просматриваются ядра. Они довольно крупные, как видите, вот здесь и вот здесь. А в этих ядрах видно более темное пятнышко, почти посерединке это ядрышко. Дальше от тел нейронов отходят отростки. Вот здесь фрагментик виден, здесь, здесь или вот, например. Но, как видите, эти отростки не очень четко выражены. Они не видны на всем своем протяжении, а видны лишь те части отростков, которые непосредственно подходят или отходят от тела вот этой клетки. То, что нам нужно найти на этом препарате, находится в цитоплазме или нейроплазме нейронов. Вот эта вот часть, как видите, заполнена такими пятнами синего-синего-голубого цвета. Каждая такое пятнышко – это сосредоточение каналов цистерн гранулярной эндоплазматической сети. И именно она вот так в синий цвет окрашивается тулуидиновым синим. Поскольку ее очень много в нейронах, нейроны очень активно синтезируют белки, в частности, те белки, которые идут на производство нейромедиаторов, то, соответственно, будет очень хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть. И мы ее здесь как раз таки хорошо видим, поскольку она специально окрашивается вот этим тулуидиновым синим. Кроме того, по самой ткани, по самой микрофотографии, вот если мы ее внимательно все рассмотрим, то мы увидим еще разбросанные какие-то гистоличные элементы. Вот здесь, здесь, вот это вот, вот здесь. Это на самом деле глиоциты. Глиальные клетки, как правило, неплохо прокрашиваются их ядра, по крайней мере, границы ядер. Это и позволяет такие клетки идентифицировать на данном препарате. Но это все-таки второстепенные гистоличные элементы. Ключевое, что мы здесь должны найти, найти, идентифицировать этот самый тигроид или вещество нисля в телах нейронов, мультиполярных нейронов спинного мозга. Таков и этот препарат второй. Следующий препарат нейрофибрилы. Речь, опять же, идет о мультиполярных нейронах, которые сосредоточены в спинном мозге, опять же, собаки. Но способ окраски здесь иной. Третий. Это не смесь гематоксилина и азина, это не туэдиновый синий, это серебро, производится импрегнация серебром по кахалю, что позволяет вот так увидеть в таких коричневатых оттенках данный препарат. Нужно, изучив те микрофотографии, которые вам предлагаются на образовательном портале, внимательно посмотреть на наиболее крупные нейроны. Вот типа такого нейрона. Он действительно мультиполярный, не вызывает сомнений. Посмотрите, вот один отросток, второй, третий, четвертый, пятый, и вот здесь вот, наверное, шестой отросток. Опять же, эти отростки отходят от или подходят к, в зависимости от того, что это за отросток, дендрит или аксон, так вот, отходят от или подходят к телу нейрона или перикриона. Здесь очень хорошо видны эти тела, они звездчатые, из-за того, что множество отростков имеется у таких нейронов. Опять же, эти отростки, они ведь не видны здесь на всем своем протяжении. Скорее, тут какие-то кусочки их срезаны. Ну, вот разве что вот здесь подлиннее, вот этот отросток, скорее всего, дендрит, судя по тому, что он не очень длинный, вот здесь вот ветвится. Но даже у этого отростка, вот здесь, например, вот эта веточка не видна. Она срезана, она не попала в плоскость среза. А уж тем более у более длинных отростков. Вот этот вот, предположительно, аксон, но это не факт, потому что при этом способе окраски мы не можем отличить, где тут реально дендриты, а где аксон. На предыдущем препарате это теоретически можно сделать. Вот эти самые фрагменты гранулярной эндопазматической сети не заходят в основание аксона, в так называемый аксональный холомик. Соответственно, мы можем отличить аксон от дендритов, ориентируясь на то, есть в основании тигроид или нет. Если есть, значит, это дендриты. Если нету, то это, предположительно, аксон. А вот здесь, на этом препарате, такого мы сделать не можем. Ядра здесь просматриваются. Вот они. Но ядришек здесь, на мой взгляд, не видно. Тут не везде ядра видны. Это в том числе зависит от того, попал ли нейрон роненько в плоскость среза и попало ли его ядро в эту плоскость или нет. Вот если здесь, у этих нейронов, вот здесь мы видим ядра, то, например, у этого нейрона я ядро не вижу. А вот здесь оно едва-едва просматривается. И ядришка, на мой взгляд, здесь не видны фактически. Хотя в некоторых источниках можно найти подписи к таким ядрам, что эти ядра с ядришками. Что якобы ядришка видны, хотя на самом деле, на мой взгляд, здесь они не видны. Что еще на этом препарате можно увидеть? Множество каких-то кусочков. Это срезы отростков нейронов. И вот здесь вот снизу, вот в этой области, а также вот в этой области, очень неплохо заметны куски поперечного фактически среза нервных волокон белого вещества. Именно поперечный срез. Если внимательно посмотреть, то видна даже кое-где округлая форма у этих нервных волокон. Ну, может быть, она не всегда круглая, может быть, немножко вытянутая, потому что, опять же, все зависит от того, как вот этот элемент гистологический попал под срез, под углом каким-то иным, нежели 90 градусов, или же он перпендикулярно к нему располагался. Но вернемся к тому, ради чего этот препарат, собственно говоря, вам предлагается к изучению, к нейрофибрилам. Нейрофибрилы — это специализированные и специфические компоненты опорно-двигательной системы нейронов. Они являются производными от микротрубочек или нейротубул и промежуточных филаментов нейронов. Вот эти промежуточные филаменты и микротрубочки в нейронах друг с другом взаимодействуют через фактически поликонденсацию с образованием более сложных по сравнению с другими типами клеток, более сложных компонентов опорно-двигательной системы, которые называются нейрофибрилами. Это поликонденсат промежуточных филаментов и микротрубочек. Нейрофибрилы располагаются, собственно говоря, везде, в нейроне и в нейроплазме, непосредственно тело нейрона, вот здесь вот видна какая-то волокнистая структура, консистенция. Они же заходят в короткие отростки, в дендриты. Они же в обязательном порядке заходят и располагаются по всей длине аксонов. Эти структуры нужны нейронам для того, чтобы придать определенную форму телу нейрона, чтобы придать определенную форму и зафиксировать эту форму у отростков, что у дендритов, что у аксонов. И, кроме того, они обеспечивают основной внутриклеточный транспорт, в частности, транспорт визикул, содержащих нейромедиаторы, от области, где они образовались, а это происходит в перикреоне, по аксону к его окончаниям, к аксональным терминалям. В последующем вот эти вот визикулы будут обеспечивать или участвовать в синаптической передаче сигналов между нейронами или между нейронами какой-то соматической, другой клеткой. Вот таков этот препарат, третий. Мы видим, что он несколько отличается и по окраске, и по своей организации от предыдущих препаратов. Следующий препарат посвящен нервным волокнам. Поскольку таких нервных волокон два типа, то и препаратов будет два. Первый тип именуется безмякотными или безмейлиновыми нервными волокнами. В данном случае препарат сделан из селезеночного нерва. Эти волокна окрашены стандартным набором красителей, гемотоксилином и азином. И вот эта микрофотография, которая перед вами, она была получена под микроскопом с объективом 40. Не очень много здесь видно деталей. Видна масса вот этих вот безмякотных нервных волокон розово-фиолетового цвета с разной интенсивностью. Не всегда удается определить границу между отдельными нервными волокнами. Но если постараться сделать масштабирование тех микрофотографий, которые я вам предложил на образовательном портале, сделать какое-то контрастирование, то кое-где границы между отдельными нервными волокнами все-таки просматриваются. Вот обратите внимание на вот этой микрофотографии. Вот здесь, например, вот точно видна граница между несколькими соседними нервными волокнами. Но это не очень просто сделать, определить эту границу, найти эту границу. Это сплошная такая масса из нервных волокон. Номером один здесь нервные волокна подписаны. И кроме того, здесь мы видим большое количество более темных, темно-фиолетовых пятнышек. Они здесь везде. Номером два они обозначены. Вот здесь, здесь, здесь и вот здесь вот эти пятнышка. Это все ядра швановских клеток. Тех самых клеток той самой субпопуляции олигодендроглиоцитов, которые участвуют в образовании нервных волокон. В данном случае безмякных нервных волокон, которые своими телами окружают как правило аксоны, могут быть и дендриты, но чаще всего аксоны, отростки нейронов и обеспечивают их изоляцию от каких-то непредвиденных, ненужных контактов с такими же отростками или даже с телами других нейронов. Вот так бесхитростно устроен данный гистлоидический препарат безмякотные нервные волокна на вот этом гистологическом уровне. Конечно, на клеточном, на субклеточном, молекулярном уровне это все гораздо сложнее устроено, но мы пока рассматриваем его, этот препарат, изучаем на таком гистологическом уровне. Ну и второй препарат, посвященный также нервным волокнам, соответственно, последний препарат из сегодняшнего перечня, мякотные или они же миелиновые нервные волокна, в данном случае препарат сделан из седалищного нерва, опять же, мы использовали Виктив-40 для получения микрофотографии этого препарата, и опять же, обратите внимание на окраску, здесь другой способ окраски использован, уже получается четвертый вариант окраски из всех вариантов, которые вообще здесь использовались для препаратов нервной ткани. В данном случае эти нервные волокна обрабатывались осмовой кислотой. Осмая кислота, а также ее соли весьма-весьма хорошо взаимодействуют с липидами и липидоподобными веществами, причем взаимодействие с ними они окрашивают ту структуру, тот компонент клетки или ткани, который содержит большое количество липидов, осмовой кислоты или ее соли, окрашивают такие структуры в очень темный, темно-зеленый или даже черный цвет. Вот, собственно говоря, на этой микрофотографии мы видим преобладание такого темного, почти черного цвета. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, в первую очередь мы здесь видим множество вот этих вот волокон мякотных. Вот, вот отдельно здесь вот целый пучок, причем согласитесь, что здесь границы волокон более-менее хорошо видны по сравнению с тем, что мы наблюдали на предыдущем препарате. Далее посмотрим на само волокно, на особенности его организации. В центре этого волокна располагается осевой цилиндр. Вот эта вот более светлая часть волокна именуется осевым цилиндром. Здесь они без проблем идентифицируются в любом из этих волокон. Осевой цилиндр это отросток. В данном случае уж точно это аксон, аксональный отросток нейрона. Далее по периферии вот этот осевой цилиндр, этот отросток окружен довольно толстой мякотной или миелиновой оболочкой. Под номером 2 она здесь обозначена. Вот эта вот темная полоска, которая идет по поверхности. И еще один элемент, поскольку аксоны довольно длинные, как правило, а швановские клетки, лимоциты, которые принимают участие в образовании вот такой мякотной нервной оболочки, не такие уж большие, своими телами они могут закрыть до одного миллиметра длины такого аксона, то получается, что при длине аксона более одного миллиметра нужно, чтобы в его изоляции участвовал не один лимоцит, а множество лимоцитов. И вот те области, где эти лимоциты граничат друг с дружкой, они утончены и называются кольцевыми перехватами или перехватами ранвье. На данном слайде я обозначил цифрой 3 такого рода перехват вот здесь вот он заметен, правда, здесь не очень четко сфокусирован этот участок препарата, немножко ушел там из плоскости фокуса, но тем не менее здесь как раз неплохо это видно, хотя можно такие перехваты увидеть и в других местах, вот здесь вот, например, перехват, вот это вот поедем тоже перехваты ранвье видны вот здесь вот, ну и так далее. Вот таков этот препарат, посвященный мяктонервным волокнам, здесь, пожалуй, наиболее значимым является идентификация вот этой самой мякотной оболочки, и чтобы вам получше было разобраться в этом, чтобы более понятно было, я взял один из наших препаратов, одну из наших микрофтографий, и ее на компьютере масштабировал, чтобы показать небольшой участок этих мякотонервных волокон, где более четко видна мякотная оболочка, а также вот этот осевой цилиндр. Вот этот участок, вот я его искусственно на компьютере масштабировал, чтобы чуть-чуть детальнее разобраться в этих элементах мякотных нервных волокон, здесь мы видим куски нескольких мякотных нервных волокон, давайте посмотрим вот этот вариант, вот этот вариант мякотных нервных волокон, вот он, осевой цилиндр, более светлый, вот здесь, вот все это осевой цилиндр, если мы посмотрим другие мякотные нервные волокна, то здесь тоже без проблем эти осевые цилиндры идентифицируются, и вот та самая мякотная оболочка, более темная, которая окружает икесиевые цилиндры. Вот она, более темненькая, на мой взгляд, неплохо различается. Вот это ключевые элементы, которые вам нужно будет диагностировать, определить на препарате, посвященном мякотным нервным волокнам. Этот препарат является вторым препаратом по нервным волокнам и пятым препаратом, последним препаратом по нашей сегодняшней теме, нервная ткань. Как видите, в целом препараты не очень сложные. Пожалуй, более-менее объемные. Это только первый препарат, спинальный ганглий, а все остальные – это какие-то отдельные либо клетки, либо, как в случае с волокнами, это отдельные волокна или их пучки, не более того. Так что я надеюсь, что вы сможете достаточно эффективно, без особых проблем, разобраться с теми микрофотографиями, которые я вам выложил на образовательном портале, подготовить соответствующий отчет и вовремя выложите его на образовательном портале для моей проверки. На этом я краткое описание сегодняшней гислоидической препараты завершаю. Я желаю вам дальнейших успехов. И до новых контактов. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...